М.Джей, вверх в циркуле, против Руссла, Майкл, Хэнгс, Файер, Ско! Воу-воу, ничего не подумайте, с М.Джейм все в порядке и он пребывает в добром здравии и отличном настроении. Просто такая личность требует солидного вступления. Итак, для кого-то он лучший, для кого-то он один из лучших, но, несомненно, одно. Майкл Джордан – величайший баскетболист и живая легенда, который в 90-е годы своей игрой за Чикаго Буллс приковывал взгляды миллионной аудитории, в том числе и целой армии мальчишек со всех дворов на всем земном шаре, вдохновляя их занятию этим увлекательным видом спорта и уничтожению щепки своей не всегда спортивной обуви. Своей карьерой он доказал, что способен выиграть что захочет, когда захочет и сколько захочет. Ну, этот ваш Капитан Америки – самый лучший из лучших, сэр. Отвечник. Да, он уже давно не молодой. И нет, он больше не катает баскетбол. Ну, может, разве что только со своими друзьями-пенсионерами-баскетболистами где-нибудь во внутреннем дворе своего особняка во Флориде. Но даже в свой 51 год он остается иконой спорта, который за свою славную и многолетнюю карьеру оброс множеством легенд и слухов. Приветствую всех и с удовольствием представляю вашему вниманию 9 самых удивительных фактов об этом выдающемся человеке, которых вы не знали. Возможно. Думаю. Надеюсь. Его воздушество оказывается очень суверный человек. В частности, для удачи он всегда надевал шорты команды Университета Северной Каролины, за которым выступал в юности под баскетбольную форму NBA. Надеюсь, он хоть простировал их периодически. А то разные, знаете ли, есть приметы. А ну признавайте, кто тоже носит счастливые трусы под школьной формой или деловым костюмом. Так, о чем это я? Ну ладно, проехали. Есть у него и другая совсем чудаческая причуда. Майкл верит в то, что высокая температура защищает от болезней. Да-да, все так. Именно поэтому, останавливаясь в отелях, он всегда просил подбавить пару. Ну, то есть хорошенечко обогреть его апартаменты. А свою привычку высовывать язык в самые важные моменты игры он унаследовал от своего отца, который отличался подобным поведением во время физической работы. Ну, то бишь, когда там гвозди забивал или перебирал карбюратор своего старого кашляющего Бьюика. Стоит отметить, что за всю свою карьеру, каких только кличек он себе не нажил. И один выстрел, и последний выстрел, и совсем обыденное воздушный Джордан, и деньги, и просто М, и совсем уж комиксовый вариант черный кот. Игроки команды Miami Heat не могут играть с 23-м номером, который зарезервирован для Майкла Джордана. Только вот Джордан никогда не играл за Майами. Но боссы этой команды, кстати, единственные в NBA, за исключением непосредственно Chicago Blues, решили таким образом выразить свой огромный респект Майклу за его достижения в баскетболе. Кстати, на протяжении своей игровой карьеры он поиграл не только под своим легендарным 23-м номером в бейсболе, и после своего возвращения в NBA в 95-м году, после, скажем так, несостоявшейся карьеры в том же бейсболе, ну, не его это дело махать битой. Пацанчики на районе сейчас в совсем смятении. Оказывается, махать битой это еще и спорт. Ты че? А, ну да, о чем это я? А, так вот, в далеком 95-м году он играл под 45-м номером. За сборную США по баскетболу на Олимпиадах он выступал под 9-м номером, а на мировых первенствах катал с пятеркой на груди. Еще в колледже он гонял и в американский футбол, где носил гордый 83-й номер. Один раз в карьере ему пришлось побегать и под номером 12. Все дело в том, что в выездном матче против Орландо Мэджик в далеком 90-м году какой-то любвеобильный фанат решил устроить себе подарок на День Святого Валентина и украл из раздевалки бус все майки Майкла. Вот и пришлось его воздушеству носить форму с чужого плеча. Нет, не этого чужого. Ну и под этим номером он в тот же вечер успел наколотить 49 очей для своей команды. Многие критики после возвращения блудного Джордана из бейсбола в баскетбол сомневались, что он выйдет на свой прежний уровень после годичного перерыва. Ведь в своей первой игре после перерыва ему удалось нашкрябать лишь 7 очков, а его быки проиграли со счетом 103 на 96. Но МДжей заставил замолчать всех своих критиков уже в своей пятой игре против Нью-Йорк Никс, набрав 55 очков. И еще о цифрах. Наилучший показатель набранных им очков в одном матче это 69. Произошло это в матче 1990 года против Кливлен Кавлиерс, закончившейся победой Буллс со счетом 117 на 113. И по показателю очков набранных в одном матче он входит в ТОП-5 за всю историю NBA. За свою карьеру воздушный Майкл привел свою команду к шести чемпионствам в 91, 2, 3, 6, 7 и 98 годах. При этом в финалах он никогда не допускал того, чтобы финальная серия была продлена до 7 матчей и, как правило, заканчивал все шоу на шестой игре. Кто не знает, плей-офф в NBA играет до 4 побед. 5 раз он признавался лучшим игроком лиги и 6 раз лучшим игроком финальной серии. Но были в его карьере и неудачные матчи. Так, дважды в своей жизни он покидал площадку всего с двумя очками в собственном активе. Но в его славной карьере были и провалы. Правда, уже не как игрока. Как управленец и один из владельцев команды Шарлотта Бобкеттс, крошка Майкл установил и несколько антирекордов. В первом для него сезоне команда выиграла только 57 из 140 матчей. Антирекорд Бобкеттс поставили в сезоне 2011-2012 годов, когда в последней игре уступили сопернику из Нью-Йорка. На протяжении всего игрового года команда смогла выиграть только 7 игр, около 10% от общего количества. Тем самым установив антирекорд NBA. Поэтому сейчас Джордан является владельцем команды, признанной худшей в лиге за все время ее существования. Все знают о кроссовках Air Jordan, выпускаемых Nike по дизайну, разработанному совместно с... ну вы поняли сами с кем. Но не все знают, что в самом начале первые кроссовки из этой линии совсем пришлись не по душе Майклу. Он считал их чересчур яркими, да еще и дьявольских цветов. Смесь черного с красным. Но со временем заметил, что окрас кроссовок приковывает взоры его оппонентов и тем самым дает ему дополнительную фору в ситуациях 1 на 1 и быстрых отрывок. К слову, на то время в NBA запрещалось играть в кроссовках без элементов белого цвета. И за каждую игру в этих кроссовках баскетбольная ассоциация без устали впаивала ему новый штраф. Который, правда, Nike с удовольствием покрывал в целях рекламы. Помимо всяких примет и суеверий, MJ еще и большой любитель азартных игр. Один из бывших игроков сборной США по футболу Адам Джонс утверждал, что однажды видел своими глазами, как в 2007 году перед матчем всех звезд NBA Майкл за одну ночь спустил в рулетку около 5 миллионов долларов. Но игра в рулетку для азартных профессиональных спортсменов в целом игроков NBA не запрещена. Запрещены лишь ставки на результаты матчей. Так что чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала и действовала в рамках уголовного кодекса. Ну и напоследок еще несколько занимательных фактов одной строкой. У MJ трое детей и все они родились в декабре, только в разные года. Так что даже в личной жизни воздушный Майкл оказался первоклассным стрелком. Как повелитель воздушной стихии, он не в ладах с другой. Из-за эпизода в детстве, когда он чуть не утонул, он боится воды. Ну как, не воды в целом, а открытого моря и маленьких лодок. Перед каждой игрой Майкл заправлялся одной и той же высокобелковой и углеводной едой. Огромным нью-йоркским стейком, жареной или запеченной картошечкой, салатом и кружкой имбирного эля. Ну зачем ты на ночь вместе с этой бульбой жрешь мясо и ложишься спать? Так что перед каждым великим делом всегда нужно хорошенько подкрепиться. Джордану принадлежит и еще один рекорд, но он наверняка не самый приятный. Его развод с женой Хуанитой в 2006 году облегчил его карман на 168 миллионов долларов отступных в ее пользу. Что сделал этот развод крупнейшим на тот момент по размеру отступных среди публичных персон. В общем, великий спортсмен велик во всем и все занимательные факты о нем просто невозможно уместить в рамке одного ролика. Так что кому интересно узнать больше о нем, приглашаю всех и в мою группу ВКонтакте, где я обязательно оставлю дополнительный интересный материал о воздушном Джордане. Вас же призываю делиться своими знаниями об интересных фактах о МДЖЕ в комментариях под видео. Не забываем также оценивать этот выпуск, подписываться на канал тем, кто еще не подписан, чтобы не пропустить ничего интересного. До встречи в следующем выпуске фан-клуба. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok